Здравствуйте! В эфире телеканала Первой Карагандинской новости. В студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Вернулись к старой схеме. Новая центральная котельная Сарани не смогла заработать в полную силу. Городские власти приняли решение переподключить жилые дома к локальным котельным. Чего боится коррупция? В Караганде прошел республиканский дебатный турнир «Адалкап». 40 команд из 10 регионов страны соревновались в красноречии и логике. Увидеть все своими глазами. Родители карагандинских гвардейцев посетили казармы, столовую, а также пообщались со своими взрослыми детьми. Новая центральная котельная Сарани не смогла заработать в полную силу. Городоначальник Иркенбаулыков принял решение переподключить жилые дома к локальным котельным. Этой работой сегодня ночью занимались десятки бригад, собранных со всей области. Новенькая теплоцентраль Сарани так и не смогла заработать в полную силу. Городские власти приняли экстренное и единственно верное решение – опять подключать дома к локальным котельным. От них эти самые дома отключили в преддверии ввода в эксплуатацию новой городской теплоцентрали, которую строили более 10 лет. Уважаемые жители, как вы знаете, мы достроили центральный теплоисточник. Сейчас он проходит режимную наладку. В ходе него выявляются определенные технические нарушения, которые быстро устраняются специалистами. Вместе с тем, из-за определенных переборов теплоснабжения, мы приняли решение по переходу в старый вариант теплоснабжения нашего города. Мы запускаем наши локальные теплоисточники. Для их запуска, как вы знаете, потребуется небольшой промежуток времени. Мы постараемся максимально быстро их отработать. По словам Акима, тепловики были готовы к такой ситуации, поэтому старые котельные никто не разбирал. А новую теплоцентраль тем временем будут постепенно настраивать и отапливать город параллельно. Власти экстренно подготовили шесть локальных котельных. Но главной задачей стало переподключение домов. Этой работой всю ночь занимались ремонтные бригады, собранные со всей области. Мы подключили 83 дома сегодня ночью. Вы видели все эти бригады, которые работали. Это мы все предвидели. Это плановая работа. У нас остается 85 домов. Сегодня мы это завершаем и подаем тепло в наши дома. Центральная котельная продолжит свою работу, будет выходить на нужные проекты и параметры. И в последующем будет параллельно отапливать город. Вычитывая то, что есть вопросы, все дома, которые были запитаны от центральной теплоисточки, за октябрь месяц будут превращены. С начала отопительного сезона у нас оставалось 8 котельных, которые зашли в отопительный сезон. Им подключены все наши социальные объекты. Здесь сейчас тепло. Строительство новой центральной котельной в Саране было завершено в сентябре. Перед началом отопительного сезона городские власти с гордостью демонстрировали объект журналистам. Они обещали, что теперь в городе не будет перебоев с теплоснабжением. Каждый из четырех котлов должен вырабатывать до 30 гигакалорий в час. Оперативно к центральному теплоснабжению было подключено 255 объектов. Теперь же Акимат заявляет, что они предусматривали такой исход. В Карагандинской области продолжается работа по дебюрократизации государственного аппарата. Эту деятельность ведет Департамент агентства по делам госслужбы. Отмечается, что эта работа имеет большое значение для качественной реализации реформ и в целом для имплементации принципов слышащего государства. Негативные проявления бюрократии порождают коррупцию и протекционизм, застой и псевдоактивность, а также подавляют инициативность. Об этом говорил глава государства Касымжумар Тукаев в ходе послания народу Казахстана. Граждане и бизнес вынуждены тратить время и средства на излишние и неоправданные бюрократические проволочки. Все это отдаляет госаппарат от общества, его потребности и запросов. Системная борьба с бюрократизмом на государственном уровне началась еще два года назад. То есть впервые в 2022 году мы делали анализ вопроса дебюрократизации в социальной сфере, а именно сфере образования, здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Вот с тех пор данная работа проводится на постоянной основе. Сегодня заседание рабочей группы, созданной для обсуждения вопросов, скажем так, в сфере энергетики, нефти и газа. Сюда мы пригласили экспертов и экспертов в данной сфере, которые имеют большой опыт работы и глубокие знания. И от них будем ждать соответствующие конкретные предложения, чтобы в дальнейшем для обсуждения на заседание рабочей группы и в дальнейшем будем передавать все эти конкретные предложения уже в центральный аппарат агентства по делам государственной службы. Указом президента предусмотрен комплекс системных и прикладных мер, реализация которых позволит ускорить принятие решений в государственном аппарате, повысить самостоятельность и личную ответственность первых руководителей, а также сократит документооборот. Но, встречаясь со специалистами, не все они имеют смелость заявить о проблемах. Скрывать не буду. Эксперты, скажем так, боятся давать какие-то предложения. Почему? Потому что там центральные аппараты есть у них, где-то руководство. Они будут давать замечания и так далее, либо не согласны. Но, тем не менее, по ходу мы добиваемся этого. Работники наши идут в эти, скажем так, отрасли, которые этим занимаются. Там дополнительно мы сами изучаем документы. И, в конце концов, все равно пытаемся найти. Но с вами мы специально встречаемся, потому что вы специалисты, и, соответственно, вам намного легче. То есть у вас, наверное, уже в голове есть какие-то уже готовые кейсы, например, где что нужно дать и так далее. Отмечается, что эта работа имеет большое значение для качественной реализации реформ и, в целом, для имплементации принципов слышащего государства. Избыточная бюрократия и большой документооборот – одни из недостатков системы государственного управления, которые необходимо ликвидировать. В Карагандинском университете имени Букетова прошел республиканский департный турнир «Адалкап». В нем приняли участие 40 команд из 10 регионов Казахстана. Сегодняшняя тема, она, ну, как никогда, наверное, актуальна. Вы видите только за последних несколько лет, какие масштабные результаты мы имеем. Могу сказать только по нашей области, то, что мы за два года строим 18 комфортных школ. Все эти комфортные школы строятся на средства, которые были возвращены в рамках борьбы с коррупцией и незаконно приобретенными активами. В турнире приняли участие 40 команд из различных областей и городов Казахстана. Всего было более 100 участников. Главной целью мероприятия является развитие антикоррупционной культуры и дебатного движения среди молодежи. Как подчеркнул Ердос Абдрахманов, временно исполняющий обязанности руководителя управления провинции, антикоррупционные службы в области открытость и гласность помогают в борьбе с коррупцией. Сегодня проводится совместно с Акиматом области и антикоррупционной службы по коронавирусу области совместный турнир республиканского масштаба среди студентов. Целью которой является формирование антикоррупционной культуры среди молодежи. Задача – это развить движение, само движение дебатного турнира среди молодежи. Как вы все знаете, коррупция боится властности, поэтому, если мы будем в студенческой среде развивать тематику именно о нулевой терпимости и коррупции, потому что формирование антикоррупционной культуры – это один из превентивных мер борьбы с коррупцией. На торжественной церемонии наградили победителей турнира дипломами, денежными призами и кубками. Общий призовой фонд составил полтора миллиона тенге, а специальные награды были вручены лучшим спикером, что стало дополнительным стимулом для всех участников. Так или иначе, в руках нашей молодежи будущее Казахстана и вообще будущее Казахстана, поэтому важно сейчас понимать, что коррупция – это плохо. Если мы сейчас поймем это и донесем до всех людей, которые, допустим, вне дебатных турниров, которые не могут конкретно об этом знать, то я считаю, что тем самым мы сделаем маленький шажочек на пути к противодействию с коррупцией. Республиканский дебатный турнир «Адалкам» стал платформой для выявления талантов и важным шагом на пути формирования активной и сознательной молодежи в Казахстане. Участники вернулись домой с новыми знаниями, идеями и стремлением продолжать развивать дебатное движение. Этот турнир доказал, что молодежь готова обсуждать актуальные проблемы, и с каждым годом такие инициативы будут только набирать популярность, способствуя созданию более прозрачного и справедливого общества. Айганам Сагитова, Душантулиутай, Дастан Шанин, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. В Караганде войсковой части 65.05 прошел день открытых дверей для родителей солдат, проходящих срочную службу. Родители посетили казармы, столовую, а также пообщались со своими взрослыми детьми. Одной из главных целей дня открытых дверей было развеять опасения родителей, связанных с армией. Многие из них волновались, как обстоят дела с медицинским обеспечением, питанием, психологической поддержкой и безопасностью их детей. Родители увидели условия проживания солдат, узнали, как проходит их подготовка, какие меры предпринимаются для обеспечения их физической и моральной безопасности. Этот день позволил многим убедиться, что многие мифы об армии – это заблуждение. Однако вопросы о возможных рисках и сложностях службы остались актуальными. Данное мероприятие имеет с собой огромную важность в рамках поднятия имиджа, престижа службы в Национальной гвардии и для того, чтобы общество, общественность не боялась службы и доверяла войскам, государству и знали, что их сыновья, дети находятся в надежных руках. В последнее время в обществе растут опасения среди родителей военнослужащих. Они вызваны многочисленными сообщениями о трагических случаях. Эти события неизбежно порождают вопросы о реальных условиях службы и о том, насколько армия заботится о безопасности и благополучии солдат. Вот такое мероприятие показывает еще раз, что мы, казахстанцы, на единстве должны быть, как мы сейчас показываем всему миру. Вот именно, знаете, уважаемые казахстанцы, хочу опять-таки, как мать, сказать, что наши дети, наша армия, наши солдаты-срочники должны быть все на позиции единства, толерантности, межконфессионального равенства, взаимоподдержки. Родителям представилась возможность заглянуть в казарму, увидеть, как организованы места для отдыха и питания. Родители побывали в солдатской столовой, где их сыновья ежедневно принимают пищу. Сами солдаты с гордостью поделились своим распорядком дня, рассказывая все с большим интересом. Сегодня у нас проводится День открытых дверей. Это очень важный день для солдат и для родителей. В этом расположении солдаты отдыхают. Также у нас очень интересный день, проводится интересный день. С утра, с шести утра производится подъем, утренняя физическая зарядка, потом мы идем на завтрак. После завтрака у нас идет плановый хозяйственный день. Мы убираем свою роту. И мы вообще убедились, как служат наши дети. Провели нам руководство в части экскурсию. В отче убедились, как служат наши дети. Побывали в казарме, где живут наши дети. Побывали в столовой, где они питаются. Также увидели вооружение, где кто служит. В завершении мероприятия командир части полковник Максат Хрхзбаев встретился с родителями в клубе части для открытого диалога. Он не только ответил на вопросы, но и коснулся тех трудностей, с которыми может сталкиваться каждый военнослужащий. Полковник дал понять, что командование делает все возможное, чтобы минимизировать риски и создать для солдат комфортные и безопасные условия службы. Многие родители покинули часть чувством облегчения, понимая, что их дети находятся в надежных руках. Однако остается открытый вопрос, смогут ли меры, принимаемые армией, полностью устранить все риски. Этот вопрос остался в мыслях многих, ведь для родителей самое главное – благополучие их детей. Карагандинские полицейские продолжают работу по формированию у школьников уважения к закону и порядку. В школе имени Жакыпа Акбаева открылся ресурсный класс кадетов. Школа, в которой открылся ресурсный класс, выбрана не случайно. Это заведение носит имя репрессированного казахского общественного деятеля, юриста и этнографа Жакыпа Акбаева. Теперь и здесь будут обучаться юные патриоты. Ресурсные классы ЖАС САКШ вложили в себя идею формирования уважения к законам и укрепления порядка среди молодежи. Работа над проектом началась более года назад с подписанием меморандума между Департаментом полиции и Управлением образования. Открытие таких классов нацелено на вовлечение подростков, находящихся на учете в полиции, и поддержание их стремления к позитивным переменам. Смысл проекта в том, чтобы с детства формировать правовую грамотность у юных казахстанцев. Здесь их учат полицейскому тикету, а строевая подготовка вырабатывает дисциплину. Учиться в специальном полицейском классе стало возможным для тех, кто успешен в учебе. Для кадетов разработана и сшита форменная одежда по образцу полицейских, а кабинет оснащен специальными стендами. Дети изучают правила дорожного движения, а на открытые уроки к ним приглашают действующих сотрудников правопорядка. Далее о спорте. Хоккейный клуб «Сарарка» возглавил турнирную таблицу. В минувшие выходные карагандинская ледовая дружина провела два домашних матча с Тажгенским «Хума». Первый матч «Сарарка» выиграла, а второй проиграла. Но это не помешало ей занять лидирующую позицию. «Сарарке» и «Хумо» в первом матче не хватило основного времени для того, чтобы определить победителя. Развязка наступила буквально за секунду до завершения овертайма. Победную шайбу в ворот от Ашкенцев отправил Егор Кузьменко. Отметим, что все три шайбы карагандинцы забросили в большинстве. Итог матча – 3-2 победа «Сарарки». По ходу второго матча «Сарарка» уступала «Хумо» 0-2 и 2-4. Но карагандинцы смогли уйти от поражения в основное время. Причем четвертая шайба побывала в ворота ташкенцев за 47 секунд до финальной сирены. И все же победа в этот вечер осталась за гостями. На последней минуте овертайма пятая шайба побывала в воротах карагандинцев. Несмотря на поражение, подопечные Владимира Князева раздобыли одно очко и вышли на чистое первое место в турнирной таблице лиги. Ну, хорошие две игры, да. Если в первой игре где-то соперник доминировал, хотя первый период мы играли здорово. И второй до удаления. Потом нас подвела дисциплина, где мы наелись. Но хорошо, что выстояли. Довели игру до овертайма. И там победили. Сегодня первый период проспали, ненужные три гола, да, быстрые. Потом проснулись второй период, хорошие моменты начали создавать. Третий период полностью доминировали, сравняли. Ну и опять-таки чуть в овертайме, скажем так, не повезло. Были у нас моменты у соперника. Но хорошие бойцовские игры. Команда Хумо отличная команда, быстрая, мастеровитая, мощная. Я считаю, что это одна из команд-лидеров чемпионата Казахстана. Болельщикам огромное спасибо за их поддержку. Я надеюсь, что они получили удовольствие от наших игр. Тяжелые игры. Но они получились такие насыщенные. Думаю, такие игры нравятся болельщикам. Много опасных, таких хороших моментов. Что касается задержания игры, я считаю, что это лучшие игры, которые мы показали пока в этом регулярном чемпионате. Много что получалось. Есть, конечно, моменты. Это реализация. Очень много мы вчера должны были забивать. Где-то она по ленточке катается, где-то не хватает какого-то хладнокровия при завершении, где-то не хватает просто чуть-чуть характера при завершении. Поэтому потеряли вчера одну очко. Но сегодня, в принципе, победа. Парни до конца отработали, до конца бились. И я думаю, что порадовались своих болельщиков сегодня. Впереди у Сараарки выездные игры. 16 и 17 октября в Алматы карагандинская ледовая дружина встретится с местной одноименной командой. Затем клубы вернутся в Караганду, где уже Сараарка будет принимать команду Алматы. Более 500 тонн сельхозпродукции реализовали на осенней ярмарке в Караганде. Минувшую субботу в областном центре открылся сезон традиционных осенних ярмарок о Улбереке. В этот день было продано 538 тонн продукции. Свой товар представили более 100 сельхозпроизводителей из семи районов, а также перерабатывающие предприятия города. По ценам ниже средних рыночных карагандинцы смогли купить мясо, овощи, картофель, молочную и рыбную продукцию, яйца и другое. Следующие ярмарки о Улбереке запланированы в Караганде на 24 октября и 2 ноября. Они будут проходить в ТРЦ Global City. 9 ноября сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Балхаше, Тимиртау, Шахтинске, Приозерске и Сарани. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Полный выпуск новостей вы можете посмотреть на официальном сайте канала в социальных сетях. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!